Ёж. Александр Иванович Куприн. Из собраний сочинения девяти томов. Учитель латинского языка Иероним Васянович Предченченский расстался на летние каникулы со столицей после долгих и беспокойных разговоров с тещей, женой и взрослой дочерью, переехал на все лето из небольшой квартиры на петербургской стороне, самый отдаленный уголок дачной местности – поселка Сырицей. Теперь в его распоряжении первый раз в жизни была скромная дачка со стеклянным балконом, четырьмя грядками, на которых должны быть посажены редиска, морковь, икроп и прочие овощи, два горшка роз, взятые с собой из города, и неожиданно откуда-то взявшаяся шершавая собачонка, тотчас же названная верным. На балконе под какой-то фотографией висел старый поржевевший барометр, и Иероним Васянович каждое утро подходил к нему и стучал по стеклу пальцем, желая узнать, какая будет погода к вечеру. Барометр упорно показывал ясную погоду, хотя все время шел самый настойчивый дождь. Заодно с барометром была и зеленая лягушка, сидевшая в банке из-под вишневого варенья с лестничкой. Учитель утверждал, что лягушка больна, ибо она вот уже несколько недель не сходила с лесенки, настаивая на ясных теплых днях. Не помогали даже ревматизмы старой няньки, хотя это и было одним из самых верных средств узнать погоду. После внимательного осмотра лягушка оказалась оловянной, выкрашенной медной ярью, ибо ее купили на Александровском рынке прошлогодние жильцы и за ненадобностью бросили на дачу, когда съезжали. Учитель Причетчинский вовсе не ожидал, что его впереди ждут крупные неприятности. Овощи им посаженные не взошли, цветочная рассада, купленная у разносчика, пожелкла и печально опустилась вниз. Дети, которые, может быть, впервые видели зелень и солнце и бегали босиком по расистой утренней траве, в конец испортились. Это было еще ничего, что они обливали чужие заборы, что они разбили в соседнем доме все оконные стекла при помощи деревянной рогатки, тугой резинки и камешков. Ужаснее всего было то, что они однажды принесли в дом живого ежа. Пришел какой-то таинственный человек лет двенадцати с основательно разбитым левым глазом и щекой, завязанной косынкой, и сказал «Я главный поставщик ежов. У меня есть редкий еж, особенной золотистой масти, которая называется императорской. Лошади такой масти называется Изабелла». Конечно, мальчишки были не сказаны обратно этим предложением. Учитель вышел на крыльцо торговаться с продавцом ежей. «Я дал бы тебе копеек двадцать за этого ежа», — сказал Ейроним Васианович. «Помилуйте, двадцать копеек», — возмутился продавец. «Да я, может быть, сам за него двенадцать рублей отдал. Двадцать копеек за такого ежа?» «Больше еж не стоит, я в этом убежден», — спокойно настаивал учитель. «Биржевая цена на ежей сейчас стоит очень низко». «Ну, барин, больно вы мне нравитесь. Отдам уж по своей цене. Пожалуйте за пять рублей». «Сами знаете, теперь еж диковинку. Сезона на них не бывает». «Двадцать копеек», — твердо стоял на своем Ейроним Васианович. «Эх, господин», — волновался продавец. «Уж больно продать хочется». И продал ежа за двадцать копеек. Еж был куплен, а с тех пор-то и начались мучения учителя. Настоящие мучения, которых он никогда не испытывал, даже в тех случаях, когда его ученики из-за дурной отметки стрелялись и выпрыгивали из окна третьего этажа. «Началось с того, что теща, больная и мнительная женщина, сказала, что ежи приносят несчастье в дом, что ежи уколами своих игл могут заразить детей, что ежи неоприятны и портят воздух. Конечно, многого из этого, из того, что может наделать еж, она не могла вообразить. Но мудрая старуха оказалась верной предсказательницей. По ночам ежи ловил крыс. Он бегал по всему дому и стучал лапками, точь-в-точь, как разыгравшийся рязанский мужик, топочет своими липовыми лаптями. Когда ему попадали по дороге крыса или мышь, он боком перевертывался иглами на нее, и так как она не могла вырваться, он тащил ее в темный угол, и там перегрызал ей мужичок. К детям, к двум сорванцам, ежи ежович был очень внимателен, и только им двум позволял гладить свою прелестную хитрую мордочку с блестящими глазками, немного похожую на кабани. Но случилось, что еж наделал подряд два скандала. Угораздило его забраться в детский игрушечный автомобиль, длиною приблизительно в четверть арщина. И вот теща, от которой зависело все благополучие семьи, входит на балкон и видит, что автомобиль стремится по наклонной плоскости. Пол над террасой был сильно косоват. А в автомобиле сидит еж, опешившись лапками на руль и делает тяф-тяф-тяф-тяф-тяф. Дети с трудом объяснили ей, что здесь не было никакого колдовства, и хотя она в конце концов поверила, но еще долго тряслась от страха. На другой день еж сделал еще более неприятный сюрприз. Теща пришла разыскивать игрушки для внучат, а еж как раз забрался в ту корзинку, где игрушки всегда лежали. Бабушка подняла крышку корзинки и видит, что все шерстяные, деревянные и плющевые слоники шевелятся, точно живые. Этого она уже не могла перенести и грохнула спиной о пол. Нечего о том и говорить, что она на другой же день уехала в город, предав проклятию своего зятя. Ежа хотели выгнать из дому, но дети не давали его в обиду, и он привык к месту. Однажды в дом повадился ходить хорек, который поедал домашнюю птицу. Выобразите себе встречу этих двух непреклонных и злых животных. И хоря, и ежа наутро нашли мертвыми, но никто не мог расцепить склевшиеся челюсти ежа. Учитель предчеченский тотчас же переехал с дачи в город. Он, оказывается, боялся опасных диких животных, вроде ежей. Но дети трогательны по-своему, как все дети, оплакивали смерть ежа. Они надели на себя галаштанные мальчики, ризы из газетной бумаги, сделали себе из веревок и камней кадила и с настоящими искренними слезами пели. Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, ежаку!